Итак, уважаемые коллеги, давайте начнем наше сегодняшнее мероприятие, наш вебинар. Наш вебинар сегодня будет посвящен двум темам. Единый платеж, единый налоговый счет. Вот, да, постараемся обсудить плюсы и минусы, коротко осветим эту тему, ну и по возможности постараемся ответить на ваши вопросы, хотя тема техническая, честно скажу, ряд вопросов вероятно получит ответы в процессе, скорее, практики применения налоговыми органами, поскольку положение достаточно новое, подход достаточно новый. Налоговые органы утверждают, что оттестировали систему, уверены в запуске, хотя думающие эксперты говорили о том, что хорошо бы тестировать подобную систему хотя бы год-полтора. Вот, ФНС России в своих заявлениях говорит, что тестировали в том числе и на РЖД, то есть на больших, огромных организациях, да, многое учли и надеются на то, что заверяют, что система будет запущена на хорошем должном уровне. Эту тему освещу я, Александр Гринко, налоговый менеджер, я занимаюсь налоговым консультированием, разрешением налоговых и таможенных споров. И затем вторую тему сегодняшнего вебинара осветит Антон Левдонский, налоговый менеджер, Мария Леон. Эта тема налоговых рисков, связанных с трансформацией бизнеса в 2022 году, да, разберет различные неочевидные вопросы, интересные практические кейсы. Итак, коллеги, мы тогда начнем. По мере возникновения у вас вопросов пишите их во вкладку Q&A. И мы постараемся на них ответить. Так, принят федеральный закон, собственно, нормативная база, да, для текущего нового порядка новых правил уплаты налога. Это федеральный закон от 14 июля 2022 года, номер 263 ФЗ, о внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса. Теперь вместо сальдо по отдельным налогам будет существовать единая сальдо расчетов по единому налоговому счету, да, которая будет представлять собой, сальдо будет представлять собой разницу между величинами уплаченных платежей совокупной налоговой обязанностью, совокупной обязанностью по ряду налогов, да, и за счет этого сальдо, собственно, компании смогут уплачивать налоги, сборы, авансовые платежи, страховые износы, штрафы и пенни одним платежным поручением. Налоговый орган будет распределять поступившие платежи одной платежкой в последовательности, предусмотренной законом. Это недоимки, в первую очередь недоимки, из них в наиболее первую очередь недоимки наиболее ранние по моменту их возникновения. Далее, затем, налоговый орган будет распределять сумму платежей в счет предстоящих платежей по налогам, взносам и сборам. Затем, в счет уплаты долгов по пенни, по процентам и по штрафам. Поскольку процесс этот автоматизированный, то выбран при недостаточности средств на едином налоговом счете, выбран в качестве принципа распределения средств, выбран такой принцип, как подход на пропорциональной основе, если средств на едином налоговом счете недостаточно. Как я уже упомянул, ФНС Россия тестировала эту систему в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года для участников, проявивших желание. На деле говорят, что крупным холдинговым структурам обращались, предлагая протестировать систему в добровольно-принудительном порядке, давая понять, что нужно войти в нее и поработать в этой системе, чтобы у ФНС была действительно возможность тестировать. И в частности, представители ФНС заявляют о том, что в том числе тестировалась система на RGD, а это, как известно, очень огромная структура с массой обособленных подразделений. Вот. Соответственно, на этом примере удалось, как они говорят, отправить некоторые сложности, ошибки и так далее. Что такое единый налоговый платеж? Да. Теперь на счет федерального казначейства, в счет исполнения совокупной обязанности перечисляются денежные средства. Да. Единым платежом они включают налоги, сборы, авансовые платежи, страховой износ, недоимки, штрафы и пенни. Вот. В составе этого единый платеж превращаются также возмещаемые налоги или вычеты, которые налоговый орган подтвердил к выплате из бюджета. Да. То есть, они, как только происходит подтверждение возмещаемых налогов и вычетов, эти величины могут быть использованы в составе единого налогового платежа. Единый налоговый счет – это система, которую придумал налоговый орган, чтобы формировать единое сальдо расчетов по каждой организации, являющейся налогоплательщиком. Единый налоговый счет включает сальдо по таким налогам, как налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые износы, налог на имущество, земельный, водный, транспортный налог, авансовые платежи по этим налогам, сборы, в том числе и торговый сбор. И вот, собственно, я видел там первый вопрос, указан в отношении утилизационного сбора. Сейчас планируют внести изменения, а не в стадии внесения, чтобы и утилизационный сбор тоже был частью платежей в рамках единого налогового счета. Это, видимо, упустили первоначально. Вот, чем, на что нужно еще обратить внимание в части единого налогового счета, что предполагается, что из этой копилки берутся при необходимости еще и уплачиваются и пение, и штрафы, и другие взыскания, например, за непредставление документов. Да, в автоматическом порядке, соответственно, какой-нибудь штраф за непредставление документов, он тоже окажется и повлияет на сальдо единого налогового счета вне зависимости от ваших ожиданий. Поэтому, получая какой-то неожиданный для вас штраф, вы должны будете получать, получается, налогоплательщик должен будет оперативно отреагировать, пополнив свой единый налоговый счет, потому что в противном случае списание штрафа уменьшает сальдо. Да, и списание этого штрафа в автоматизированном порядке при условии, что мы часто пускаем или не можем получить от налогового органа вовремя документ основания для начисления этого штрафа, да, может приводить к тому, что сальдо будет уходить в отрицательную сторону, но и к начислению пений на это единая сальдо, хотя, да, просто в силу того, что в нужный момент не будете знать, не будете в достаточной мере осведомлены о том, что это произошло. Произошел какой-то, ну, произошло взыскание с вас какого-то штрафа. Итак, далее, ну, соответственно, усложняется история всего того, что, ну, то есть, это двусторонняя ситуация. С одной стороны, есть шанс, что если вы поддерживаете сальдо положительное с запасом, то меньше риск пений, поскольку какая-то величина, возникшая там вследствие ваших ошибок, либо ошибок на стороне там налогового органа, либо внезапно возникшего штрафа там за непроставление документов по требованию, да, она будет защитена и не включится механизм начисления пений. Но, с другой стороны, вследствие того, что это котел и это одна величина, всегда будет какой-то элемент непредсказуемости, что туда, что называется, прилетело, что там возникло. Вот, в совокупную обязанность не включены, там, какие-то точечные выплаты, да, например, НДФЛ с мигрантов, работающих на основании патента, суммы госпошлины, по которым не выдан исполнительный документ, штрафы по КОАП, налагаемые налоговыми органами. Ну да, важно понимать, что есть налоговые штрафы, есть штрафы по КОАП. Также не будут учтены суммы налогов к уменьшению, если с момента их срока уплаты прошло более трех лет. Я так понимаю, налоговый орган чуть четче сейчас на этой стадии отрегулирует фильтр суммы тех же величин переплат, по которым истек срок исковой давности на их получение налогоплательщикам. И эти суммы даже не будут отображаться. Далее, соответственно, определяются, сдвигаются по всем налогам, сборам, авансовым платежам сроки представления деклараций и расчетов обязательств и сроки уплаты суммы обязательств, так, чтобы установить две единые даты, 25 число, для представления декларации расчетов обязательств и уведомления о суммах исчисленных налогов. И сроки оплаты налогов сдвигаются на 28 число месяца следующего за отчетным периодом, либо 28 февраля, 28 марта по отдельным налогам. Плюсы и минусы нового подхода к уплате налогов. Есть, с одной стороны, плюсы в том, что это меньшее количество проводимых облад, это меньшее количество платежных поручений, возможных ошибок в них. Если вы понимаете примерно, что, ну, если вы держите, если вы держите какие-то величины в виде переплаты, то любая возникающая недоплата может быть автоматически, внезапно возникающая недоплата, в следствии того, что, например, ранее была представлена декларация с ошибкой, либо уведомление о суммах исчисленных налогов, произведен некорректно авансовый платеж, да, происходит в автоматическом режиме зачет переплаты и недоплат, если сальдо было положительным, то меньше риск пений, за счет сальдо происходит компенсация, да, меньше риск пений. Единые сроки уплаты налогов, соответственно, проще платежный календарь, есть 28 число, собственно, и нет разных дат, когда необходимо производить, перечислять платежи. Есть возможность третьему лицу перечислить деньги на счет налогоплательщика и определенные формы дезинтализации доначислений доступны будут онлайн, я немножечко позже о них отдельно скажу, о формах справок. Вот, в чем минус? Ну, понятное дело, ошибки, человеческий фактор на стороне налогового органа, когда система будет внедряться, то, соответственно, налоговый орган, ну, налоговый орган на местах, поскольку они сами не проектировали, не внедряли эту систему, система внедрялась на уровне ФНС и тестировалась на каких-то отдельных налогоплательщиках, да, ну, будет возникать масса вопросов, будет возникать масса трудностей сугубо в силу того, что они сами, может быть, не до конца будут понимать на начальных этапах, как эта система работает. Вот, нет возможности сейчас посмотреть, каким будет личный кабинет, который дает ряд, который даст возможность посмотреть, в каком виде будут представляться детализированные сведения, да, он будет окажется доступен, будет открыт для доступа только лишь с 1 января 2023 года, чтобы сейчас там не возникла путаница с текущей формой личного кабинета, он вроде как доработан, его планируют запустить. Далее, есть справка о наличии сальдо единого налогового счета, которую можно будет запросить, но как-то закон обязывает налоговый орган представлять детализированные сведения о размере его налоговых обязательств, в том числе и по видам налогового счета, только в случае, если справка содержит отрицательное сальдо. Какой будет справка при наличии положительного сальдо, надо будет смотреть, когда эта справка будет утверждена, можно будет увидеть ее, соответственно, доступ получить к ней в системе. Далее, есть такой аспект, что справка о принадлежности сумм единого налогового платежа будет формироваться, в принципе, только в пределах трехлетнего периода предшествующего дню обращения, в пределах трехлетнего календарного периода предшествующего дню обращения, данные будут жестко обрезаться, да, и, соответственно, это повышает, на мой взгляд, с практической точки зрения необходимость большей внимательности, более быстрого, с запасом, там, не более чем там в двух, двух с половиной летний срок периода, когда вам стоит предпринимать усилия для того, чтобы разрешать вопросы по величинам предшествующих лет, да, потому что только в пределах трехлетнего периода потом можно будет обсуждать, что там происходило, да, это немножко, конечно, ухудшает ситуацию, особенно в случае проведения последующих выездных проверок, когда выездная проверка у нас завершается каким-то решением спустя, там, лет пять-шесть после того периода, за который она, после того начального периода, за который она проводится. В чем минус еще? Недоимки, с которыми налогоплательщик не согласен, например, по итогам проверок, просто будут автоматически зачитываться за счет сальдо, вводя сальдо в отрицательное с необходимостью пополнения единого налогового счета, да, ну и, конечно, адаптация, перенастройка учетных систем и процессов, да, и сдвиг, сокращение сроков датчика декларации по налогу на прибыль и отчетности по расчетам страховых взносов, они сокращены. Некоторые и иные прочие вопросы, перейдем к ответам на ваши вопросы, да, предусмотрена новая форма уведомления об исчисленных суммах налогов, да, мы на нашем слайде привели ссылку на Regulation Gov.ru Projects, здесь гиперссылка, вы получите презентации, да, ФНС разработала приказ, проект приказа об утверждении новой формы уведомления, была форма уведомления, утвержденная 2 марта 2022 года, и сейчас ее немного поправят, да, вот когда ее утвердят, ее публикуют, до этого момента с ней можно ознакомиться по приведенной ссылке. Что говорят налоговые органы по поводу данного уведомления об исчисленных суммах налогов? Есть ряд ситуаций, когда, ну, поскольку сумма поступает единым налоговым платежом, есть ряд ситуаций, когда не подается декларация, например, по итогам отчетных периодов по налогу на имущество, не подается, с 2022 года не подается декларация, но уплачиваются авансовые платежи по налогу на имущество организации, да, уплачиваются ежемесячные авансы и платежи по налогу на прибыль тех организаций, которые не перешли на уплату авансов, исходя из фактически полученной прибыли. Авансовые платежи по земельному и транспортному налогам, страховые износы, и формально, если у вас есть средства, поступившие на единый налоговый счет в рамках единого налогового платежа, без получения от вас уведомления о суммах, об исчисленных суммах налогов, сборов, взносов, налоговый орган не будет считать обязанности исполненной, и он сальдо не уменьшит, не произведет разброску произведенного вами платежа по суммам и видам налогов. Соответственно, для таких ситуаций предусмотрена необходимость 25 числа каждого месяца предоставлять, подавать уведомления об исчисленных суммах налогов для того, чтобы обеспечить налоговый орган возможностью в автоматизированном режиме на основании обработки этого уведомления в ваши единые налоговые платежи, затем разбросать, распределить по видам налогов, в том числе для понимания вами формирования справки, ну и вообще для целей учета в разрезе видов налогов, поскольку обязательства по-прежнему мы исполняем по каждому налогу отдельно, просто существует лишь механизм объединения платежей и объединенного учета сальдо введен налогов. Будет, ну, уведомление будет подаваться, ну, планируется принятие новой формы уведомления, за которые тоже необходимо отслеживать, да, появление, которое не стоит отслеживать. Если уведомление, что у нас в отношении уведомления также является важным, уведомление не предусмотрено как в декларации режима представления уточненного уведомления о корректировке, как в декларации, его попросту нет. Налоговые представители Федеральной налоговой службы комментируют, что вот этот комментируют это таким образом, что если вы представили уведомление с некорректными цифрами, значит, вам нужно исправить допущенные ошибки и представить просто уведомление еще раз. И имеет смысл это делать только до момента представления декларации, да, там по налогу на имущество, если по отчетным периодам представляли, не представили за последний отчетный период уведомление, либо допустили в нем ошибку, а потом представляете декларацию, то с представлением декларации на самом деле все величины будут автоматически выровнены налоговым органом. До этого момента можно исправить, представив просто новое уведомление, вы предоставляете уведомление повторно за этот же период, но только с корректными цифрами. Если уведомление не подать, не представить, какая возможная ответственность, на наш взгляд мы полагаем, что речь идет лишь только об ответственности по пункту первому статьи 126. Да, такой относительно небольшой штраф, вероятно, налоговые органы уж, по крайней мере, в первый год не будут стремиться штрафовать. Ну, наверное, это как история с требованием представления документов. У них нет самоцели, когда вы не представляете какие-то документы. Прям широко и массово штрафовать за непредставление. Другой вопрос, что пока нет уведомлений, инспекция не может определить величины авансовых платежей и произвести разноску по видам налогов. И если уведомление представить позже, то при ретроспективном определении сальдо единого налогового счета может измениться. И тогда только в тот момент станет ясно, ретроспективно, не было ли там у вас потерявшихся платежей, не было ли ситуации, когда сальдо было положительным, не все время размер был ниже сумм платежей, да, и возможно начисление пений. В отношении переходного периода оплата налогов за 2022 год, приходящаяся на 2023, должна будет производиться уже по новым правилам, по новым срокам, с новыми реквизитами. И ФНС, представитель ФНС, недавно просто вопрос разбирался на... Налоговом комитете Ассоциации Европейского бизнеса имеет договоренность с федеральным казначейством. Если кто-то из налогоплательщиков продолжит платить по старым реквизитам, то эти соответствующие платежи будут просто автоматически зачисляться на ИНС. На единый налоговый счет федеральное казначейство сделает саму подобную переброску. Это может быть возможно, например, в тех случаях, когда процессы отлажены, отлажены в некой системе, да, и эту систему не успели в ERP, там, учетную систему, изменить к нужному сроку, либо не успели к нужному сроку в финансовом планировании и бюджетировании запланировать иной платежный календарь, да, и комфортнее и удобнее платить раздельные эти платежи по каждому виду налогов. Ну, на этот вопрос, в общем-то, тоже представители ФНС отвечают, каким образом вы можете платить, хотите платить одной платежкой, хотите платить несколькими. Если укажете старые реквизиты, то все равно величины будут автоматически перенаправлены на ЕНС, то есть раздельного учета по видам налогов не будет, будет только потом последующее распределение с учетом поданных деклараций, но если вы заплатите несколькими платежами, то это не критично, по большому счету, единственное, что нужно учитывать, что это все равно будет ЕНС, вот, а несколькими или одним платежом для налоговых органов значения не имеет. Ну, представитель ФНС, на встрече в АЭБ присутствовал начальник отдела совершенствования технологии учета платежей Екатерина Капронова, и она сказала, что, ну, заверила, что будет доступна в личном кабинете, справка о распределении единого платежа, единого налогового платежа, да, в которой будет два раздела, какие величины денежных средств поступили и как, куда они списаны, по погашению происходит возврат или зачет на иное лицо, добавлена новая опция возможности зачета суммы с ЕНС на иное лицо, иную организацию, да, вот, ну, то есть будет определенная детализация, дальше будет справка о сальдо, если сальдо отрицательное, то детализация будет по видам налогов, да, единственный момент, конечно, здесь некомфортный для налогоплательщиков, когда у вас сальдо положительное, не очень понятно, будет ли там детализация по видам налогов, разбивка по видам налогов с точки зрения, ну, прогнозируемости и отслеживания вашего состояния дел в разрезе, опять же, конкретных видов налогов, поскольку узнавать только из справки в отрицательном сайте соответствующую детализацию, конечно, неудобно. Ну, порядок сверки сохранится в целом прежний, хотя немного изменится форма, да, и, коллеги, я сейчас еще посмотрю вопросы, да, которые постараемся ответить на ваши вопросы, заданные у нас в чате, у нас достаточно много вопросов. Будет ли формировать сальдо на ЕНС сумму утилизационного сбора? Смотрите, ну, я прошу прощения с утилизационным сбором непосредственно, ну, не очень глубоко знаком, знаю определенно, что да, будет, сейчас планируются поправки в налоговый кодекс, вот-вот должны быть приняты, чтобы сумму утилизационного сбора тоже были в рамках ЕНС. Надо, соответственно, отследить соответствующие поправки. И в части уведомления, если речь идет об авансовом платеже без представления по утилизационному сбору декларации, да, то в отношении, по этим авансовым платежам необходимо подавать уведомления не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетных. Нужно ли подавать уведомления на сумму госпошлины по исполнительным листам, если да, в какие сроки? Ну, уведомления подаются 25-го числа. У нас уведомления в части госпошлины без исполнительных листов не включены, в части по исполнительным листам включены, да. Соответственно, в общем порядке 25-го числа уведомление должно представляться. В том числе и по, то есть, задача уведомления распределения налогов, сборов, пошлин, взносов иных платежей, авансовых платежей, по которым в настоящее время не представляется отчетность, но уплачивается авансовых платежей, предоставление информации налоговому органу для соответствующей разбредовки, соответственно, да, и не позднее 25-го числа, соответственно, за тот период, в отношении которого плачивается госпошлина. Если будут пропорционально распределяться сумма платежа, то в случае, если будет установлена недоимка, то будут начисляться недоимки по всем налогам, ну, смотрите, здесь недоимка, недоимка, недоимка. Здесь будет как это работать? Через механизм единого налогового счета. Если у вас возникает недоимка по какому-то отдельному налогу, то она автоматом засчитывается за счет сальдо на едином налоговом счете. Возникнуть она может, например, вследствие, если вам в камеральной, в рамках камеральной проверки по НДС откажут в части вычетов по НДС, да, у вас возникнет недоимка. Эта недоимка тут же автоматически приведет ваш единый налоговый счет в отрицательное сальдо на эту величину. Ну, либо проезд ваше положительное сальдо, да, и вы увидите, что ваше положительное сальдо уменьшилось, либо в отрицательную величину. Да, нет такой, нет, не будет такой величины, такой истории, как недоимка по всем налогам. У вас просто будет отрицательное сальдо, на которое будут начисляться пенни. Если вам, у вас эта недоимка возникнет по результатам проверки декларации, например, и это будет акт проверки, то, возможно, еще и штраф, да. Это будет не недоимка по всем налогам, это будет отрицательное сальдо, ну, грубо говоря, отрицательное сальдо, которое называется отрицательное сальдо по совокупной обязанности, ну, грубо говоря, да, отрицательное сальдо по, ну, нельзя сказать, что оно по всем налогам, то есть это просто будет отрицательное сальдо единого налогового счета. До тех пор, пока она отрицательная, У вас начисляются пень. Если недоимка возникла по какому-то конкретному налогу, это была формализованная претензия, то возможен еще и штраф на эту величину недоимки в той части, в которой эта недоимка не перекрывалась на момент ее возникновения положительным балансом, положительным сальдо вашего единого налогового счета. Правильно ли мы понимаем, что уведомление от имени компании подается одно общее на все налоги, сборы, взносы, то есть нет возможности отправить несколько уведомлений на разные виды платежей по отдельности. Насколько я понимаю, уведомление, оно ведь у вас дает, да, оно подается одно, но оно ведь должно иметь соответствующие разделы. Позволяющие отразить разные виды платежей. Можно ли создавать более одного платежного поручения по единому налоговому платежу по разным начисленным налогам, но по одному сроку? Можно платить разным количеством платежных поручений, да, важно понимать, что в любом случае эти все платежные поручения, в том числе и перечисленные с указанием реквизита в соответствии со старым порядком, федеральное окончательство отнесет в конечном итоге на одинный налоговый счет. Соответственно, если у вас временно отсутствует возможность перенастройки процессов, то это не помеха, вы платите как бы в прежние сроки, но единственное не нарушает текущего порядка текущих установленных сроков, да, платите какими-то разными платежками, но собирается в конечном итоге это аккумулируется на единый налоговый счет. В случае, если в налоговую возникает спор по одному из налогов и она фиксирует недоимку, то каким образом на стороне налоговой будут решаться такие вопросы? Вопрос по одному налоговую может привести к пеням по остальным налогам. Ну, смотрите, у вас есть, когда у вас есть недоимка, то с точки зрения пеней математически у вас пеней начисляются на определенную величину. Если при текущем порядке, если у вас против этой величины было положительное сальдо, в те периоды, в которые было положительное сальдо, у вас на часть этой недоимки, благодаря проводимому автоматическому зачету, пеней не начислятся. Да, соответственно, в этот порядок немножечко даже лучше. Раньше было как? Если у вас по налогу на прибыль выявили недоимку в рамках выездной, то у вас проверяют на дату уплаты налога вот за тот период, например, 2019 год, 28 марта 2020 года, была переплата равная или превышающая вашу недоимку. Если она была, ну, или была ли переплата какая-то по налогу на прибыль, и за счет части этой переплаты или переплаты целиком, налоговый орган уменьшает ту величину недоимки, на которую он начисляет вам пень. Также, если у вас там была переплата, перекрывавшая вашу недоимку, и эта переплата существовала все последующие периоды, вплоть до момента вынесения решения, то вы вообще не имеете пений и не привлекаетесь к штрафным санкциям. Да, соответственно, что происходит сейчас? У вас, если возникла недоимка по какому-то налогу, эта недоимка автоматом пытается, в отношении этой недоимки автомат пытается произвести за счет, за счет, за счет, за счет положительного сальда. Да, насколько эта положительная сальда по единому налоговому счету позволяет произвести этот зачет, настолько эта недоимка уменьшается. Дальше остальная величина, она как бы отвязывается от налога, да, и с точки зрения пений, ну, ведь интересует, что у вас есть какая-то величина и какой-то недоплаченного налога, если это отрицательная сальда. И за определенный период на эту величину начисляются соответствующие пени. То есть это не пени по остальным налогам, а это будет пени по вашему налогу, но в пределах того, что не зачтено, это будут пени на величину отрицательного сальда по этому счету. Да, будет такое хитрое сплетение, потому что недоимка вроде как по налогу, но по сути она превращается в какое-то отрицательное сальдо по единому налоговому счету. И вот на это сальдо, там за количество дней наличия у вас этого сальдо начисляются пени. То есть они начисляются вроде как по налогу, но при этом на самом деле на некое сальдо, которое является результатом совокупных платежей и разниц совокупных платежей и совокупной обязанности. Вот такая небольшая путаница. Налоговый орган как будет решать эти вопросы? Будет ровно так же акт проверки, решение, да, и там какие-то величины. Просто когда будет прилагаться расчет пений, который прилагается к акту проверки, к решению по итогам выездной проверки. Или расчет, а также расчеты, комментарии в отношении того, есть там штрафные санкции или нет, будет какая-то таблица, которая будет сопоставлять величину до начисления с уже не с переплатой по конкретному налогу, а с сальдо по единому налоговому счету на конкретные даты. И там в случае пений будет сопоставляться с сальдо на каждый день, соответственно, посредством автоматического засчета того сальдо, которое было на конкретный день, на конкретную дату, да, эта недоимка может быть уменьшена для целей математического исчисления пений. Единый налоговый платеж по НДФЛ уплачивается по каждому обособленному подразделению. У вас, я так понимаю, нет, единый налоговый платеж, насколько я понимаю, будет уплачиваться на той едино, он уплачивается единой платежкой, но ваша декларация 6 НДФЛ позволяет, и уведомления позволяют распределить по обособленным подразделениям. А если на одном и КТМО два обособленных подразделения с разными КПП, как платить ЕНП по НДФЛ? Я прошу прощения, но по НДФЛ такой нюанс, но стараемся зафиксировать этот вопрос и вернуться с ним отдельно. Если можно, напишите, пожалуйста, мне в почту, да, постараемся просто вернуться отдельно. В конце презентации здесь моя адрес электронной почты. Добрый день, попадает ли НДФЛ под единый налоговый платеж, удерживаемый из страховой выплаты, выкупной суммы согласно статье 213 по договору о страховании жизни? Да, я прошу прощения, вопрос крайне точечный, к сожалению, не смогу на него прямо сейчас ответить. Да, вы можете продублировать его в почту, подумаем, дадим вам комментарий. Как перейти на ЕНС? Надо ли подавать в связи с переходом какое-то заявление? Нет, это обязательный порядок для всех. Какое-либо заявление не надо подавать. Единственное, желательно рекомендуется проделать сверку до ожидаемого для всех обязательного перехода для того, чтобы сохранить для себя какие-то по старой форме старые акты сверки. Да, там на 31 декабря, на 30-31, конец этого года, чтобы потом иметь возможность сравнить с тем балансом сальдо на едином налоговом счете, с которым вы войдете в Новый год. Вот, очевидно, что, ну, к сожалению, все новое несет в том числе и риски, да, и здесь нужно подойти ответственно. В какой-то момент у вас все склопывается, и вы пытаетесь разобраться, что произошло, если это не соответствует какому-то предшествующему вашему пониманию. Чтобы искать концы и потом сверяться, желательно сделать сверху, это первое. Второе, если у вас есть какие-то переплаты по отдельным налогам, которые давно хотели бы заявить, наверное, имеет смысл постараться успеть подать заявление об их возврате и постараться возвратить их до конца года, да, там, сколько месяцев у нас рассматривается, чтобы решения были приняты до конца этого года. Возвратить в старом порядке. Почему? Ну, потому что всегда есть элемент непредсказуемости, как будет работать новая система, зачем рисковать, да, если есть какая-то большая крупная переплата, где-то, может быть, хотели зачесть часть текущих, может быть, имеет смысл обратиться скорее за возвратом и как-то зафиксироваться. Да. Нужно ли направлять в налоговый орган уведомление и информирование о сумме налога и пении, если сформирована уточненная налоговая отчетность, какие сроки? Нет, не нужно. Как только вы представляете декларацию и потом представляете к ней последующие уточнения, налоговый орган автоматически использует данные декларации, в том числе и уточненных. Подскажите, пожалуйста, механизм оплаты НДФЛ и налога на прибыль в региональный ФНС. Есть у региональных свой ЕНС, на который можно было бы перечислять единый налоговый платеж? Нет, но единый налоговый счет у вас общий и, кроме этого, у вас только существует механизм при помощи уведомлений налоговых деклараций, механизм уведомления налогового органа о том, как распределяются величины по видам налогов в обособленных подразделениях и так далее. Соответственно, дальше то, как налоговый орган распределил, вы увидите в тех справках, которые я перечислял, да, там будет справка о распределении единого налогового платежа и справка о сальдо с детализацией по видам налогов. Надо будет посмотреть, как налоговый орган это устроит, да, но единый он единый, да, налоговый счет. Дальше единый налоговый платеж перечисляется, он просто по данным деклараций, а декларации у вас и отчетных форм происходит механизм распределения и зачета этой оплаты. ЕНП по НДФЛ можно ли платить несколькими платежными поручениями в указанный срок? Ну, несколькими платежными поручениями платить можно, а в дальнейшем они поступают в единый котел на единый налоговый счет, как я говорил раньше. Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли у компании много подразделений, по которым производится уплата НДФЛ и налога на прибыль по реквизитам? По реквизитам разных налоговых инспекций, разные расчетные счета УФК, то с 1 января 2023 года оплата будет производиться также или на какой-то единый расчетный счет? Ну, на единый счет казначейства, да, будет единый счет федерального казначейства, единым платежом будет производиться оплата. Коллеги, я прошу прощения, я постараюсь ускориться. Если кому-то не отвечу на вопросы, можно их написать мне в почту, постараемся ответить, поскольку у нас тайминг, нам надо переходить к следующему выступлению. Справка об отсутствии задолженности, как и будет организован процесс. Ну, вот будет прежний порядок сверки, но немного измененная форма акта сверки будет и будут справки, о которой я упомянул. Справка о распределении единого налогового платежа и справка о сале. Да, вот какой-то объем справок, в рамках них можно будет понимать свои величины. Справка об отсутствии задолженности, если она отдельная по утвержденной форме, я думаю, что нужно сдать отдельно эту форму, проверить, когда она будет утверждена, обновлена налоговым органом с учетом изменений, отслеживать изменения. Если на текущий момент есть переплата на пенни по одному налогу и недоимка пенни по другому налогу, будет ли произведен взаимозачет в этом случае или лучше заплатить недоимку сейчас? Ну, по идее, автоматом должен быть произведен взаимозачет. Так должна быть настроена и работать эта система. Да, ну, максимально осторожная позиция заплатить недоимку, а потом переплата на пенни по другому налогу у вас просто уйдет в положительное сальдо, вы его используете для чего-то другого. Декларация по налогу на прибыль содержит информацию по авансовым платежам. В этом случае будет необходимо подавать уведомление об исчисленных суммах налогов для авансов по налогу на прибыль. Ну, я думаю, что да, если у вас декларация за предшествующий отчетный период там за 6 месяцев и в ней в том числе отражены величины авансов платежей за последующие 3 месяца, какими они будут, там, 7-й, 8-й, 9-й, мне кажется, все равно нужно подавать уведомления. Я не уверен, что существует прямой ответ где-то, но мне кажется, что нужно все равно подавать уведомления. В крайнем случае оно задублирует просто те величины, которые у вас были. Коллеги, и у нас, к сожалению, ограничено время, я не имею возможности ответить на оставшиеся вопросы. Да, мы можем собрать ваши вопросы, наверное, и, наверное, как-то постараться на них ответить. Я сейчас передаю слово моему коллеге Антону Левдонскому, да, и он расскажет, отсветит вопрос налоговых рисков, связанных с трансформацией бизнеса в 2022 году, да. Так, коллеги, добрый день, меня зовут Антон Левдонский, я менеджер по налоговложению. Так, презентацию видно, правильно? Презентацию, да. Да, сегодня моя тема затронет проблемные вопросы, которые возникают в 2022 году, но, очевидно, будут возникать в 2023 году в связи с трансформациями бизнеса. Что я понимаю здесь под трансформацией бизнеса? Это такие сделки, да, и транзакции, которые возникли в связи с особенностями 2022 года, с санкциями, с антисанкциями, с экономическими событиями и так далее. Сегодня пойдет речь о таких вещах, как приостановка деятельности, выкуп далее менеджментом, M&A, различные реорганизации и различные другие ситуации. Например, выход из совместного предприятия, передача какого-то управления в доверительное управление и так далее. Соответственно, какие вопросы, влияющие на налоги, возникают в рамках таких сделок? Это вопросы касательно порядка финансирования, кто финансирует, как финансирует сделку. Вопросы касательно движения как материальных, так и нематериальных активов между сторонами сделки, да, например, между участниками и дочкой. Вопросы того, как регулируются, расторгаются, да, или пролонгируются. Существовавшие ранее внутригрупповые договоры и какие-то также действия в отношении сотрудников могут проводиться. Например, переводы, увольнения, релокации и так далее. О чем сегодня пойдет речь, если так обобщенно говорить? Речь пойдет о том, что если в результате таких транзакций российскую компанию переходят прямо или косвенно, передаются некие расходы, российская компания получает некие убытки, недополученные прибыли, теряет активы, то, соответственно, в отсутствии встречного представления у российской компании могут возникать определенные риски. Факторы, которые оказывают существенное влияние на планирование в 2022 году, да, и на налоговые последствия, включают в себя срочность, санкционные и антисанкционные законы, в том числе с учетом конкретных сроков вступления. О чем здесь речь? О том, что мы на практике видим, что проводится какой-то анализ, что делать в той или иной ситуации, да, в частности, например, что делать с российской компанией иностранной, да, если она попала под санкции, или если она сама себя хочет ограничить для имиджевых целей как-то свою роль в российской компании, то существует набор решений, да, и решение, решение, которое по факту выбирается, оно не всегда оптимально, может быть, с финансовой и налоговой точки зрения, и, допустим, выбирается в пользу отсутствия юридических рисков. Постараюсь сегодня разобрать на каких-то практических интересных примерах, показать вам, собственно, о чем нужно задумываться, какие меры можно предпринять, куда смотреть. Начнем с относительно простого. Это приостановка деятельности. Налоговые последствия приостановки деятельности относительно просты в том плане, что они подифицированы. Налоговый кодекс содержит положение в том, что потери от простоев по внутрепроизводственным причинам и по внешним причинам, которые не были компенсированы виновникам, могут приниматься для цели налога на прибыль. Понятно, что есть определенные особенности требования. Положительный момент заключается в том, что, по мнению Минфина, речь идет в том числе о прямых расходах. Соответственно, в обычной ситуации прямые расходы бы списывались у нас по мере реализации товаров, работ, услуг. В ситуации, когда у нас есть простой и наш расход прямой попадает под категорию и возник по причине, по тем причинам, которые указаны в кодексе, прямые расходы тоже могут признаваться. С костными расходами все понятно. Кодственные расходы у нас признаются вне зависимости от реализации. Важным моментом является официальное оформление простоя, потому что кодекс содержит прямую ссылку на термин «простой» и на «простой» как факт экономической жизни, который обуславливает возникновение расхода вне в связи с реализацией. Соответственно, если корректного оформления нет, то могут существовать налоговые риски. Ну, и мы, естественно, не должны забывать об общей норме, которая говорит о том, что любой расход, в принципе, должен быть экономически обоснован и направлен на получение доходов, прибыли в будущем. Даже если у нас предприятие простаивает, несет убытки, потери, оно должно простаивать не просто так. У нас должен быть какой-то антикризисный план, бизнес-план, какая-то надежда на возобновление бизнеса, может быть, в меньшем объеме, да, может быть, в каком-то переорганизованном виде, с целью получения дальнейшей прибыли. Мы не должны простаивать, потому что, я не знаю, мы это делаем по указанию штаб-квартиры и все равно ликвидируемся, и в это время там параллельно ей выводим что-то, да, какие-то активы. Мы простаиваем и бесплатно там что-то кому-то, какие-то услуги оказываем, передаем активы. Я имею в виду в России, да, например, каким-то дочерним лицам, может быть, контрагентам и так далее. Эта ситуация не очень хорошая, мы здесь говорим о том, что должен быть какой-то антикризисный план. Касательно документального оформления простое, здесь мы обращаемся к Рудовому кодексу, соответственно, какой-то официально установленной обязательной формы нет, есть определенные реквизиты и определенные вещи, да, которые должны быть отражены в соответствующем приказе. Они здесь указаны, не все, но в основном. Соответственно, если обобщить, да, что делать, чтобы простой у нас, как расходы в виду простой, у нас принимать за цель налога на прибыль. Во-первых, это оформленный приказ в соответствии с требованиями Трудового кодекса и содержащий в себе все необходимые реквизиты. Очень желательно иметь документально подтвержденное намерение о получении прибыли в будущем. Идеально это, конечно, какой-то финансовый план, бизнес-план, антикризисный план, что-то такого рода. Также можно в рамках, в частности, этого антикризисного плана показать отсутствие экономического смысла в прекращении бизнеса. Ну, например, мы говорим, что мы сейчас не будем увольнять сотрудников, мы их оформим им простой, будем платить 2-3 зарплаты, потому что мы знаем, что через полгода возобновим бизнес, и нанять, например, новых сотрудников нам будет гораздо дороже, чем вот этот простой оплачивать вот этот вот период. Это будет хорошее обоснование, почему мы эти расходы несем. Сотрудники здесь, это только как пример. Понятно, что речь может идти и об активах, об амортизации, в частности, речь может идти о каких-то текущих материальных расходах и так далее. И отсутствие виновных лиц, тоже такой тонкий момент, на который нужно обратить внимание, мы дальше это затронем. Если у нас простой возник ввиду конкретных виновных действий, скорее всего, когда мы говорим о 22-м году, это виновные действия поставщиков или покупателей, которые, например, отказываются выбирать, поставлять, ввиду, опять же, тех же самых санкций, мы должны здесь думать и смотреть, нет ли у нас какой-то возможности, по крайней мере, региотетически, попробовать с них как-то взыскать эти убытки. Например, если у нас есть прямое положение в договоре, и мы им не пользуемся, особенно если это положение существует в рамках договора с аффилированным лицом, может быть открытый вопрос, а почему вы не воспользовались своим правом получения компенсации, которые бы, соответственно, вознавались бы доходами. Саша, извиняюсь, можешь микрофон, пожалуйста, выключить? Сейчас слышно. Я форда. Перейдем к следующему вопросу. Это вопрос финансирования сделки. Вся, в принципе, проблематика финансирования любых таких сделок, преобразований, реорганизаций, M&A, она упирается в вопрос и в концепцию debt pushdown. Debt pushdown в классическом смысле это когда происходит сделка по купле, продаже долей, покупатель покупает доли компании за займ и потом делает слияние с купленной компанией. То есть новый владелец долей сливается с купленной компанией и таким образом купленная компания начинает сама за себя выплачивать проценты, сама за свое приобретение, скажем так, выплачивать проценты соответствующему кредитору, взаимодавцу, что является фундаментальным нарушением экономического смысла. В сделке между двумя лицами доходы и расходы должны возникать и у соответствующих лиц. У самого объекта сделки, как правило, никаких финансовых и налоговых, соответственно, последствий возникать не должно. Объект сделки, понятно, он может быть товаром, услугой НМА, а может быть и долями компании. Соответственно, на компании не должны положиться расходы, которые должны были бы возникать у продавца или покупателя. Соответственно, перейдем к примерам. Если мы говорим о сделках МБО, когда локальный менеджмент российский выкупает доли, то, соответственно, единственный, в принципе, разумный вариант, когда за счет денег российской дочки такой выкуп может быть осуществлен, это когда она предварительно выплатила дивиденд. Своему менеджменту, да, который уже в моменте стал новыми участниками. И эти участники уже за счет этих дивидендов, например, заплатили иностранной компании, которая раньше из капитала вышла. Также могут быть ситуации, когда российская компания какой-то актив выделяет и, например, оставляет его продавцу. Если такое выделение происходит до момента сделки, то здесь все понятно, да, это выплата просто в рамках или выше первоначального вклада первого участника, текущего участника. Этот вопрос кодифицирован, да, если выплата в пределах вклада, никаких налогов в последствии устраня не уникает. Но если сделка по каким-то причинам, да, структурирована таким образом, что, например, уже после даты передачи долей, после даты записи дегрю, компания обязана что-то передать старому своему участнику, большой вопрос как-то оформить, да, потому что безвозмездная передача, там, продажа за один рубль приведет к каким-то налоговым последствиям. Продажа за какие-то реальные деньги уже будет противоречить, наверное, финансовому смыслу и финансовым договоренностям сторон с дел. И другой пример, да, который, по сути, полностью коррелирует с процентами по займу, как к классическому расходу, возникающему в рамках pushdown, это финансовая нагрузка, в принципе, по всем другим расходам, которые возникают в вашей, в рамках вашей сделки по реорганизации M&A. Это, например, услуги юристов, консультантов, пошлины, оценщики. Как правило, по-хорошему, за такие услуги должны платить либо продавец, либо покупатель, но не сам объект сделки. Соответственно, если у вас какие-то были дальние транзакции, обратите внимание на риск возникновения вот этого pushdown в любом проявлении. Это не обязательно займы, это могут быть любые другие прямые расходы, прямые расходы, в смысле, прямо связанные вот с этой вот сделкой. Трансферное ценообразование. Очень здесь интересные вопросы возникают. Есть такие три большие типы ситуации. Это остановка, это частичная остановка поставок по причине санкций, остановка поставок по решению материнской компании поставщика, но не по причине санкций, а, например, по имиджевым причинам. И третья причина, типичная в этом году, это просто рост расходов, объективный рост. Разберем первую ситуацию. Остановка по причине санкций согласно письму ФНС, которое было летом, можно учитывать и рассматривать как факт, который влияет на ценообразование в текущем году. При этом, безусловно, нужно смотреть на функциональный анализ, на документацию по ТЦО, потому что часто рыночный риск и риск запрета каких-то поставок, санкционный риск лежит на поставщике, на продавце. Соответственно, если продавец по договору или согласно функциональному профилю должен как-то компенсировать покупателя, компенсировать его убытки, то, наверное, такая компенсация действительно должна иметь место быть. Самая плохая ситуация – это вторая ситуация. Это когда отказ, частичный отказ произошел поставщиком ввиду его единоличного решения. Не ввиду законодательных ограничений, объективных, а просто потому, что он хочет рисковать. В классической модели limited risk distributor стратегический риск, опять же, вот этот рыночный риск, он лежит на поставщике. И предполагается, что убыток дистрибьютора должен быть ограничен, он должен быть огражден от убытков, которые возникают, по сути, по вине, по желанию поставщика. Ну и, соответственно, если такой компенсации не происходит в каком-то долгосрочном периоде, то просто следуя гражданскому кодексу, следуя налоговому кодексу, за этим, по сути, должна следовать ликвидация, возможно, даже панкротства, если мы понимаем, что у локального дистрибьютора с ограниченными рисками нет никаких активов, имущества и так далее. Это очень плохая ситуация. Здесь, соответственно, посмотрев на документацию по ТСО, посмотрев на функциональный профиль, можно попробовать сказать, что вы, российский перепродавец, должны были, если не прибыль получать, то хотя бы в ноль работать, получать компенсации за вот этот вот простой некий. И сразу, наверное, перейду к примеру. Здесь проблема возникает какая? На практике часто, ну, не часто, практически в 100% случаях, естественно, иностранец российскую дочку не бросает. Да, неважно, мы говорим о заводе, о дистрибьюторе и так далее. Но финансирование такое часто осуществляется путем капитальных транзакций. То есть добавочный капитал денег дали на ближайшие полгода, чтобы это простое оплачивать, грубо говоря, штраф, контрагентам заплатить, еще что-то. Ну, дальше думаем, что будет с бизнесом. Налоговая что может попробовать сделать? Она может попробовать сказать, что инвестиции сами по себе не заменяют обязанность компенсировать убытков, убытки в рамках договора купли-продажи, потому что, собственно, другие отношения. И попробовать через концепции ТЦО оспорить этот убыток, да, признаваемый в налогах. Или попробовать просто переквалифицировать экономическую природу вот этой инвестиции, сказав, что это у вас не, вас не профессионализировали не как материнская компания, дочку, да, а вам возместили ваши убытки, потому что, потому что как поставщик ваша материнская компания оказалась поставлять. Это компенсация убытков в рамках договора, а не инвестиции. Соответственно, облагаемая налогом на прибыль. И третья ситуация, это рост расходов. Здесь, вероятно, все не так страшно. Обычно, в соответствии с функциями риска на сторон, эти расходы как-то распределяются, вложатся и на дистрибьютора, и на поставщика. Ну, соответственно, примеры описывать не буду. Мы уже, в принципе, проговорили. Важно обращать внимание на контекст всех ваших отношений с поставщиком дроп материнской компании, дропе с компанией групп. Ту компенсацию, которую вы получаете, вы ее почему получаете и в роли кого? И как вы ее учитываете? Соответственно, важно смотреть на документацию по ТЦО, потому что, если вы там последние 10 лет считали, что вы, и там, допустим, явно написано, что вы должны быть ограждены от убытков, то почему, когда эти убытки наступили, вы от них формально не ограждаетесь? это какое-то нарушение, которое может привести либо к претензиям к текущему году, либо попыткам оспорить ваши расходы, ваш финансовый результат за последние три года. Следующий блок вопросов это некие костные расходы, убытки и недополученные прибыли. Речь здесь о чем? Речь, например, о том, что изменение в деятельности ввиду, опять же, санкции решения материнских компаний приводят к необходимости поиска новых поставщиков, переоснастки производства, осуществления неоков, то есть каких-то инвестиций в связи с изменениями холдинговыми, организационными, операционными. То же самое может касаться, например, гарантийных обязательств. Возникает параллельный импорт, возникает какой-то прямой импорт производителя через третьи страны, какие-то обязательства перекидываются между сестринскими компаниями, соответственно, если мы там получили дополнительные гарантийные обязательства, мы должны быть компенсированы соответствующим образом. И также есть очень сложные вопросы с инвестиционными обязательствами. За чей счет они будут исполняться, когда иностранная компания, например, как-то ограничит свои инвестиции, выйдет из капитала и еще что-то. Здесь речь может идти как и о чем-то таком мелком несущественном, ну, допустим, в офисе неотделимые улучшения не доделали, нечем платить, ну и ладно, может быть, это не так страшно, штрафы заплатим. Но если речь идет о каком-нибудь инвестиционном контракте, да, который завязан на покупателях, стороной которой является государство или субъекты России, вопрос, конечно, уже более серьезный, в том числе имиджевый, не только налогов касается. Но налогов касается в том контексте, что если на нас какие-то штрафы возлагаются, например, за расторжение, за наш выход из договора, то кто его должен платить? Должно ли все-таки его компенсировать, платить то лицо, которое принято решение и по чьей вине этот штраф возник? Или мы, допустим, российское ООО, как номинальная просто сторона договора? Скорее всего, конечно же, налоговый будет утверждать, что должен платить виновник, да, тот, кто принял соответствующее решение. Пару примеров. Совместное предприятие, когда иностранец участвует в совместном предприятии с российской компанией в виду имиджевых причин санкций выходит и передает все свои права и обязанности в рамках этого проекта российской дочке. Соответственно, мы понимаем, что российская дочка получает кучу обязанностей и давать кэш время от времени, какое-то оборудование предоставлять для совместного предприятия и так далее. И, естественно, что корреспондировать этим обязательствам должны полные и безусловные права вот этой российской дочки на все результаты этого совместного предприятия, на изобретение, на прибыли, на потенциальные прибыли, которые будут получены в будущем и так далее. Если просто передаются обязательства без передачи активов, то, соответственно, возникнет вопрос каких-то расходов в пользу третьего лица не принимаем. И второй пример это прощение. У нас кодекс сейчас позволяет, например, заем без налогового простить полученное от иностранцев при определенных условиях. И мы часто видим ситуации, когда заем, например, прощается и корреспондирующая вещь этому прощению это возникновение какого-либо обязательства у российской компании или передачи какого-либо актива российской компании. Это может быть не совсем правильно с точки зрения опять же с мэтчинга вот этого прав-обязанностей, потому что простить значит сделать это безвозмездно, без встречного представления. Если это делается иногда за скобками, не в рамках договора, а в рамках виртуального зачета, мы вам прощаем здесь, а вы нам не должны здесь, и это не видно с точки зрения провода бухгалтерского учета. Может быть, это нормально. Мы несколько раз видели такую ситуацию, когда вот такая вот вещь происходит, такой виртуальный зачет прощения с двух сторон, но при этом с неким отлагательным условием, что если через пять лет у вас там будет хорошее финансовое положение, санкции снимут и так далее, этот займ там с миллион евро, грубо говоря, вдруг возникнет опять, хотя его простили. Вот такие ситуации, они, конечно, очень странные, да, и абсолютно понятно, что это будет, так-то будет воспринято через пять лет, если вдруг из ниоткуда на балансе возникнет займ в огромном размере, который вроде бы раньше уже простили. Соответственно, если обобщать, какие-то передаваемые вам расходы связаны с рисками, если они не компенсируются. Чем более очевидна связь и факт, и прямо видно, видно вот эту вот передачу расходов, тем выше, соответственно, риск. какие-то костные вещи за балансовые движения, о которых мы сейчас там дальше тоже поговорим, они, конечно, менее заметны, менее очевидны, они могут не приводить к таким существенным рискам, но, конечно, здесь все зависит от конкретной ситуации. Дальше мы поговорим более о таких материальных вещах, товары, запасы, ну, и об ММА, да, о передачах участнику. Соответственно, у нас возникают вопросы с точки зрения использования запасов, это либо уничтожение, либо обратный выкуп, вопрос по какой цене, да, либо продажа кому-то в России, опять же, вопрос по какой цене, на каких основаниях. Ну, а внутригрупповые договоры нужно смотреть с точки зрения последствий расторжения и последствий влияния, отчасти влияния на предыдущие налоговые периоды. Безусловно, может быть вопрос, как вы продолжаете жить и работать без там внутригрупповой поддержки. Вы либо нанимаете, соответственно, новый персонал, да, либо ищете нового поставщика, замещаете вот эту вот потерянную экспертизу, которую иностранец вам предоставлял. И ММА, тот же самый вопрос, если вас решают товарного зната, лишают ноу-хау, лишают какого-то патента, вопрос, как вы будете продолжать деятельность в будущем, вопрос, понятно, номинальный до некоторой степени, да, если вы продолжаете производить тот же товар, но у вас нету ноу-хау, как вы это делаете? Либо вам, либо это не ноу-хау, и оно общеизвестно, да, либо оно вам реально не предоставлялось, и расходы за прошлые периоды были необоснованы. Чтобы обосновать, мы, соответственно, должны как-то придумать, да, как мы это ноу-хау локализовали. Либо обучили сотрудников, либо нам оставили какое-то право использования, частично этого ноу-хау, либо еще, либо мы его как-то заместили, да, нашли в другом месте, локализовали в инструкциях, и так далее. Например, да, поговорим, вот если речь идет о НМА, то, по сути, у нас две ситуации, да, либо у нас НМА на балансе, и мы его продаем, передаем в качестве возврата инвестиций, либо у нас был лицензионный договор, и НМА мы пользовались на основании лицензионного договора. Соответственно, понятно, что как бы юридическое оформление налогового последствия в рамках этих сделок, они будут разные, они понятны, но интересный вопрос становится, когда мы понимаем, что это НМА было как-то модифицировано и доработано, по факту. То есть, нам 10 лет назад дали какой-то, рассказали, как что-то производить, мы за 10 лет, естественно, может быть, это улучшили, в том числе адаптировали под российский рынок и так далее, и теперь отдаем назад. Не будет ли рыночная ценность вот этого вот НМА, который мы отдаем назад в какой-то мере выше, чем ценность того НМА, который нам давали изначально. Соответственно, если мы будем отдавать назад в контексте возврата инвестиций, то у нас могут возникнуть дивиденды. Если мы будем продавать, ну, дивиденды я имею в виду в части вот этого превышения, да, рыночной стоимости над инвестицией первоначально. Если мы будем продавать, соответственно, наверное, Наверное, здесь вопрос будет оценки, зависимой, сколько это ММА стоит. Если мы будем возвращать в рамках лицензионного договора, тот же самый вопрос. Мы возвращаем то же самое, что нам передали, или все-таки не то же самое документацию, но те же самые знания. Не возникнет здесь никаких скрытых дивидендов. Может, это налога так попробовать классифицировать. Второй сложный пример – это забалансовые активы, забалансовые вещи. Например, какая-нибудь база данных CRM, которая может существовать в системе, она может существовать в виде Excel, в еще каком-то виде. Она на балансе никак не отражена, не формализована, актив не учтена ни у одной стороны, передавалась, может быть, без договора. Естественно, здесь очень могут быть разнообразные решения, что мы делаем. Можем негласно, например, оставить, продолжать пользоваться этой базой. Можем оформить продажу, если это может быть рационально, да, в рамках этой сделки. Можем попробовать поставить на баланс, например, и опять же, продолжать пользоваться официально или продать уже как балансовый актив. То есть вариантов много, в зависимости просто от того, куда эта CRM движется, в какую сторону. Насколько она может быть цена, насколько ее можно идентифицировать, пощупать, оценить. Третий пример – это когда у вас материнская компания обязует уничтожить товар какой-то, например, со старым ТЗ. Ну, здесь ситуация не очень хорошая с точки зрения НДС. Восстановление НДС имеет в виду на прибыль. Скорее всего, придется восстановить НДС. И соответствующие расходы не признавать, понимая, что вот такое уничтожение произошло только по указанию некого третьего лица, материнской компании. Если бы этот товар был какой-то бракован и негодный, это одна ситуация. Если бы такое происходит по причине просто. В следствии решения материнской компании, и тем более без компенсации, то, соответственно, признавать расходы и не восстановить НДС довольно будет рискованно. Опять же, если суммировать. Первое, на что нужно обратить внимание, это понять и как бы инвентаризировать и полный состав отчуждаемых, получаемых каких-то активов, тех движений. Движения, опять же, они не всегда видны в рамках договора. Они могут происходить виртуально, они могут происходить за балансом. И, соответственно, отсюда у нас вытекает вопрос корректности юридического оформления, ценообразования, необходимости компенсации и так далее. То есть, можем ли мы что-то, скажем так, проигнорировать и не формализовывать должным образом, а что-то мы должны формализовать, сделать, например, независимую оценку и продать именно по цене независимой оценки. Опять же, здесь подход будет очень предметный в зависимости от ситуации, что у нас за сделка, как у нас движутся активы. Мы будем понимать и определять, какие у нас могут быть налоговые последствия, должны ли мы в этой ситуации. Сделать, например, можем ли мы в этой ситуации сделать безвозмездно, можем ли мы в этой ситуации сделать зачет, или мы должны, например, по рыночной стоимости что-то передавать. Следующий блок вопросов – это расходы, связанные с сотрудниками. Здесь речь идет об увольнениях, переобучениях, переводах. Соответственно, посыл здесь, в принципе, один. Опять же, если у нас сотрудник, на примере, да, если у нас был сотрудник, а тем более какой-то отдел, который работал на регион, на штаб-квартиру, и ввиду расторжения внутригрупового договора соответствующего, Россия больше соответствующей услуги не оказывает. Нам нужно сотрудников либо увольнять, либо переобучать, либо они переезжают, условно, в Европу, да, и продолжают вот эту вот функцию какую-то региональную делать в рамках другого юридического лица. Во всех этих ситуациях хорошо было бы попробовать, опять же, простым языком говоря, да, стрясти какую-то компенсацию. Потому что если сотрудник 100% своего времени посвящал третьему лицу, и это видно из таймшитов, его функционала, трудовых обязанностей и так далее, потом третье лицо в одностороннем порядке отказалось, ну, наверное, это и возник соответствующий расход. Наверное, это вина этого третьего лица, заказчика услуг. Наверное, это третье лицо должно компенсировать. В ситуации, когда есть переобучение и продолжение работы уже в пользу российской компании работодатика, на какой-то внутренней функции, она, конечно, несколько лучше. Мы здесь обосновываем и говорим, что мы эти расходы все-таки понесли для себя, чтобы ввести бизнес свой в Россию в будущее. А когда мы какие-то выходные пособия в существенных размерах или оплачивали переезд, перевод сотрудников в другую страну, ну, соответственно, эта страна и должна выплатить. Здесь приведена... Вот то, что я рассказывал выше, да, оно не всегда основано на какой-то конкретной практике, да, оно, в принципе, следует каким-то рамочным подходам, да, в некоторых случаях следует, может следовать единичным кейсам. Соответственно, практика прямая по этим вещам всем, она относительно неразвитая, может быть, но есть интересные кейсы, которые, в принципе, пересекаются, да, и в которых можно увидеть логику того, как может действовать налоговая, когда увидит какие-то такие нетипичные хозяйственные ситуации, нетипичные сделки. Она будет смотреть на то, в чью пользу понесенные расходы, да, к примеру, акционерная деятельность, в том числе согласно официальным разъяснениям, включает в себя деятельность по покупке акций долей. И все соответствующие, похожие, скажем так, транзакции. Отсюда мы, собственно, делаем такой расширенный вывод в отношении депо-пушдаун, да, что это не только про займы, это про все, в принципе, любые другие расходы. Расходы, понесенные в пользу третьих лиц, опять же, в общем случае у нас в ВУ не признаются. Есть определенные исключения. Например, материнская компания может в пользу дочерней что-то сделать безвозмездно и попробовать сказать, что это в надежде получить будущий дивиденд. Но не наоборот. У нас как раз в наших ситуациях часто в 22-м году, да, мы видим, что именно что-то наоборот происходит, когда дочка материнской что-то передает. Ну, естественно, мы хотим, чтобы такого не было безвозмездно, да, чтобы не возникало налоговый риск. Соответственно, если расход понесен в интерес к самому лица, которое понесло такой расход, сделка не является безвозмездной и не является направленной в пользу третьего лица. Здесь, вот, как бы, понимая этот аргумент, мы смотрим, опять же, на каждый наш новый расход 22-го года. В том контексте, а принесет ли он нам хотя бы костюм, да, какие-то прибыли в будущем. Или мы его понесли просто потому, что произошла вот такая вот сделка, да, вот такая вот экономическая ситуация вне нашей воли. И мы его понесли постольку-поскольку, да, либо потому, что нам указали. Если мы его понесли потому, что нам указали, это самая плохая ситуация. Если мы его понесли просто потому, что так сложилась ситуация и, ну, объективно, да, сложилась экономическая ситуация, которая привела этот расход, и нельзя выделить прямое какое-то указание в вину конкретно, например, иностранного лица, да, или какого-то другого лица, ситуация несколько лучше. Расходы, понесенные в пользу компании группы, должны распределяться между бенефициарами. Вот здесь конкретно дела были в контексте рекламных расходов, но в принципе это относится к чему угодно. Те же самые гарантийные ремонты. Одна компания группы, российская дочка, не может за другую дочку что-то безвозмездно ремонтировать, например, рекламировать. Если какая-то была перекидка между дочками обязанностей, расходов, расходных обязательств соответствующей, наверное, должна возникнуть компенсация. Ну и депутаждаун, уже как я рассказывал, депутаждаун в классическом смысле существует только в отношении займов. В расширенном смысле он может существовать в отношении любого расхода, который спускается нам при каких-то сделках с капиталом. У меня на этом все. Большое спасибо. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Так, я сейчас попробую найти, на чем мы остановились. Вот я вижу вопрос в 11.10. Видимо, по моей части уже. Может ли компания объявить дивиденды за период, когда она еще не являлась собственником, но при этом собрание акционера-продавца за прошлый период не объявлялась и не выплачивалась? Не очень понимаю вопрос, но смысл в чем? Компания может объявить дивиденды, принять решение, да, учредитель компании может принять решение о выплате дивиденды в принципе в любой момент. Это может быть старый учредитель до момента сделки, да, до момента передачи прав на доля, либо новый учредитель. Решение объявляется в отношении тех, той нераспределенной прибыли, которая есть на баланс в моменте, ну, с учетом там ограничений, которые у нас есть в уставе, да, с учетом того, за какой период принимается решение. Но, в принципе, оно может быть принято в любой момент, если позволяет финансовое состояние компании. Важно здесь что понимать? Естественно, если перед моментом купли-продажи долей за счет дивидендов будет какая-то существенная часть активов компании выведена, да, ее чистые активы сильно упадут, ну, наверное, оценка должна быть соответствующим образом снижена, да, уже в момент, уже в отношении самой сделки купли-продажи. Если вот такие, опять же, повторюсь, не очень уловил вопрос, да, но если такая ситуация, что дивиденды, решение принято потом, дивиденды не выплачены, они выплачены уже только после передачи права собственно на доля, ну, вопрос хороший, я с ним не сталкивался. Вопрос очень хороший, особенно если мы говорим о том, что у нас продавец был иностранцем, и на момент фактического получения дивидендов он уже не будет являться владельцем, да, и участником компании. В контексте налогового источника у нас смотрится именно момент выплаты, состояние и отношения сторон именно на момент выплаты, а не на момент принятия решения дивидендов. Здесь может быть интересный, конечно, вопрос, да, довольно большой, я бы сказал, риск того, что налоговое скажет, что это уже не дивиденды. Вы платите какой-то компании, которая не является вашим участником, это просто подарок, да, это прочий доход в контексте соглашения о безбежении двойного налогообложения. Соответственно, в худшем сценарии он может по 20% на ставке облагаться. Если мы говорим о ситуациях, когда у нас какая-то выплата дивидендов предполагается, да, в период каких-то вот этих реструктуризаций, ну, правильно делать так, чтобы дивиденды фактически выплачивались тому лицу, которое приняло решение, и выплачивалось в тот момент, когда это лицо все-таки еще является участником, чтобы не возникало каких-либо спортов. Коллеги, пожалуйста, есть еще вопросы? Я вот только один вопрос вижу. Коллеги, давайте, может быть, я включусь по тем вопросам, по которым я не ответил, да, если вопросов нет к Антону, тогда, может быть, я включусь по своим вопросам. Да, одну минутку. Одну минуту. Где можно будет проводить, как налогоплательщик узнает об открытом ему едином налоговом счете, это будет какое-то уведомление, где можно будет проводить сверку по ЕНС, только в личном кабинете на сайте ФНС. Но ФНС говорит о том, что наиболее удобным сейчас станет личный кабинет, да, по их представлению. Но все провайдеры телекоммуникационных обмена через ТКС, через которые вы отправляете документы, подаете отчетность, наверняка могут разработать свои специальные вкладки, при помощи которых можно будет аналогичные процессы делать. Я думаю, что там у вас там контур, диадок или что-то еще, нужно обратиться к вашим, лучше задать напрямую этот вопрос, будет ли реализована эта дополнительная функция вашему конкретному провайдеру. Я думаю, что уведомления об открытом ЕНС ничего подобного не будет, просто меняется формат того, как происходит учет, переплат, зачет их, счет недоимок и определенный формат представления данных. Вот, с какой-то итоговой причиной, просто скажем так, формат представления для вас данных о суммах, исчисленных и уплаченных вами налогами, налогов видоизменяется. Собственно, все, что происходит в результате ЕНС, как бы дает немножко другую форму учета. Но по большому счету, если мы будем смотреть о суммах распределенного ЕНС, то справку по сальдо, то она все равно будет выводить на какую-то детализацию по налогам. Просто итоговым методом будет и итоговая сальдо, будет какой-то такой новый подход и порядок. Если на конец 2022 года будет переплата по налогу на прибыль, например, как она будет зачитываться в будущем? Ну, а эта переплата сформирует положительное сальдо, соответственно, которое автоматически будет зачитываться против текущих платежей. Далее. Александр, извиняюсь, можно я по моим вопросам? А у тебя есть вопросы? Да, давай. Да, еще появились вопросы. Вот интересный вопрос. Были ли случаи передачи рек-досье плюс торговых марок на Россию за номинальную стоимость? Поясню просто. Это вопрос явно по фарме, по лекарственным средствам. Регистрационное досье – это у нас такой документ, который содержит в себе комплекс описания, как производить препараты, с чего и так далее. Такую, в том числе, техническую часть сложную умею. Отвечая на ваш вопрос, ну, регистрационное досье – вопрос неоднозначный, он сложный, да, потому что в регистрационном досье есть держатель, есть владелец. Это могут быть разные лица. Соответственно, и при этом регистрационное досье, понятно, оно действует только на территории России. И вроде как бенефицар – это именно российский дистрибьютор, да, который это лекарство в России продает, потому что регистрационное досье именно ему дает права на продажу именно в России. С другой стороны, бенефицаром иностранец тоже является, например, завод, потому что завод производит для России, да. Если бы регистрационное досье, в принципе, не существовало, он бы меньше бы производил, меньше прибыли бы получал. Торговые марки – тот же самый вопрос, да. Если мы говорим о международной регистрации, о том, что торговая марка по всему миру существует, то ее ценность… Неправильно я сказал, это не тот же самый вопрос, он несколько другой, да. Если товарный знак во всем мире существует с международной регистрацией, то его ценность важна для группы в целом. Он, наверное, дороже стоит существенно, чем товарный знак, который только в России зарегистрировано. И в определенных ситуациях, наверное, такая знаменальная стоимость передачи возможна. Нужно, опять же, смотреть отношения сторон, кем они являются друг к другу. Смотреть, например, что будет, если это будет переквалифицировано в инвестицию или в подарок. Если мы можем применить льготу, да, в таком плохом сценарии, то, наверное, риски не такие большие. С другой стороны, если от обратного идти, да, и говорить, что вот это регистрационное досье и товарное знак должны были быть переданы за рыночную стоимость, ну, я бы сказал, что риск в отношении расходов, да, у покупателя, он бы тоже существовал. Вопрос здесь сложный, да, здесь обе стороны, они заинтересованы и имеют определенные, там, права, экономический интерес, бизнес-интерес в этих объектах. И в определенных ситуациях, да, знаменарную стоимость можно передать. Мы можем это отдельно обсудить, потому что, опять же, нужно понимать контекст отношений сторон, контекст этой передачи, зачем, почему это делается. В практике есть пару кейсов, да, где разбирается правовая природа, финансовая природа и стационарное досье, и в том числе ее для налогов можно использовать. Ну, опять же, здесь нет какого-то прямого ответа, нужно, кстати, посмотреть. И еще один вопрос касательно, да, даже два вопроса. Вопрос касательно амортизации неотделимых улучшений. В связи с обслужением договора аренды и ликвидации компании, можно ли изменить срок амортизации? Срок амортизации в налоговом учете изменять нельзя. Он, срок амортизации в отношении неотделимых улучшений определяется в соответствии с СПИ, да, группой и сроком аренды. Соответственно, к сожалению, вот эту вот остаточную стоимость вписать, вероятно, будет нельзя в ситуации безвозмездной передачи арендодателей. Но здесь и с точки зрения НДС, наверное, это тоже будет криптоваться как реализация безвозмездной. Но здесь важно помнить, что в конце 20-го, если не ошибаюсь, был ВАЗ, который несколько под другим углом посмотрел на эту ситуацию и пытался посмотреть на вот эти налоговые обязательства в контексте неотделимых улучшений, да, и прекращения договора аренды. С точки зрения причин прекращения договора аренды, возникли ли они по вине и по желанию налогоплательщика, или они возникли в следствии третьих объективных причин. Если они возникли в следствии третьих объективных причин, то был такой посыл, что можно подумать насчет признания расходов, если я не ошибаюсь. Но ликвидация, скорее всего, нельзя рассматривать как обстоятельство какое-то, которое не зависит от воли налогоплательщика. Скорее всего, в контексте ликвидации будет просто такой классический уже устоявшийся подход, что передача неотделимых улучшений безвозмездно при расторжении договора аренды. Это, соответственно, безвозмездная передача с учетом остаточной стоимости. Но, опять же, если ликвидация, можно попробовать здесь что-то поискать, да, но, скорее всего, ликвидация, это именно решение налогоплательщика здесь и будет какого-то другого решения. Следующий вопрос. Ситуация. Российская компания А выдает займ российской компании X для выкупа ею долей у учредителя. Иностранной компании. Доля выкупается. Затем компания В, дочь компании А, входит в долю компании X. Есть ли здесь деппушдаун? Я бы предложил это оффлайн обсудить, потому что здесь бы просто хорошо схему нарисовать, да, чтобы просто визуально это видеть, да, кто кому что дал и кто кого что спросил. Вопрос анонимный. Пожалуйста, напишите отдельно, потому что как бы будет предметнее разобрать это на картинке, да, чем сейчас устно пытаться. Александр, у меня пока по вопросам все, если у нас время есть. Да, мне кажется, ну, к сожалению, у нас, наверное, время ограничено. Коллеги, всем большое спасибо за внимание. Мы возьмем вопросы, стараемся кратким комментариям, рассылкой на них ответить, да, когда регистрировались, там указывали email. Вот, и презентации мы тоже разошлем. Мы были рады видеть вас на нашем мероприятии. Ждем на новых наших мероприятиях, стараемся сделать их полезными для вас. Вот, ну, если вдруг что-то осталось, ну, и вопрос можно, в принципе, написать. В наших презентациях указаны адреса нашей почты, но, учитывая, что вы участники вебинара, мы можем вам дать короткий комментарий по вопросам, которые вы направили, да, и в почту. Вот, спасибо, ожидаем вас на наших новых мероприятиях. Всего доброго, всем хорошего дня, коллеги.